Белорусы сделали свой выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы, проявили мудрость и национальную зрелость. Такую оценку итогом голосования на референдуме дал Александр Лукашенко. Президент сегодня подписал решение республиканского референдума. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Торжественная церемония Церемонию транслировали в прямом эфире, а Дворец независимости вместил и свыше тысячи приглашенных. Это высшие должностные лица, правительство, депутаты, местная вертикаль, делегации от регионов, представители экспертного сообщества и общественные активисты. Александр Лукашенко отметил, что новая редакция основного закона – это Конституция будущего. Принятые поправки символично вступят в силу 15 марта в День Конституции. Президент уверен, белорусы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции, инновации, народовласти и единство управления. Вы знаете, говорят юристы, что Конституция – это договор власти и народа. Совершенно верно, это договор. И в этой Конституции отрежены основные чаяния и желания нашего народа. Но скажу откровенно, если бы мы остановились на желаниях и чаяниях только нашего общества и народа, мы в лучшем случае бы затормозили свое развитие. Мы бы не развивались. Поэтому любая власть, на то и власть, на то называют ее и элитой общества, чтобы идти немножко впереди народа и показывать тот путь, по которому этот самый народ вместе с этой властью должны двигаться. А для этого надо немножко заглянуть вперед, за горизонт. Без преувеличения, новая редакция – это народный документ. Неудивительно, что люди его поддержали. Помните, мы долго говорили о выработке идеологии государства, государственной идеологии. Давайте будем считать, что нынешняя Конституция, которую мы писали все вместе, всем народом, Конституция Республики Беларусь и есть наша идеология. Мы не просто укрепили, я бы сказал, зацементировали наши принципы – суверенитет, сохранение исторической памяти, патриотизм, защита традиционной семьи, как союза женщины и мужчины и многое другое. Да, названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции глобальной либералистической идеологии. Но это наш путь, наш цивилизационный и моральный выбор. Страховкой на всякий случай, если эти ценности окажутся под ударом современных вызовов, станет Всебелорусское народное собрание, уже в конституционном статусе. Это особенно актуально с учетом того, что масштаб геополитической опасности и сегодня зашкаливает, ведь ее эпицентр у наших границ, подчеркнул глава государства. И как бы ни пытались сегодня, отдельные силы, вы их знаете, втянут нас в боевые действия на территории Украины, у вас нет оснований для беспокойства. Еще раз хочу подчеркнуть, мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом. Кроме как от Бреста до Гомеля, у нас есть еще граница, западная и северо-западная. И мы ее должны надежно прикрыть, потому что если мы там прозеваем, народ нам никогда этого не простит. Но я об этом убедительно говорю, желательно бы в последний раз. Знаете, мне иногда даже несколько обидно, что я из-за дня в день начинаю повторять и убеждать, да нет, мы вот такие, мы вот пушистые, и дальше будем белыми и пушистыми. Да нет, мы никуда не пойдем. Мы будем защищать нашу землю. Вы знаете, если вы меня не слышите, это в ампору избирать нового президента. Конфликт в Украине, извините меня, сегодня начался, завтра закончится. Каким бы он тяжелым ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго. Они уцепились в нас железобетон, на чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, каким кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите, они нас толкают в войну в Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок. Я знаю, что такое наши дети. Поэтому у меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну. Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят. Мы должны защитить свою землю, свое государство. Это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента. А может быть, сегодня и планеты в целом. При этом, как раз с принятием новой Конституции президент назвал важным фактором стабилизации обстановки внутри Беларуси. Однако с принятием основного закона работы органов власти и парламентариев меньше не станет. Наоборот, заметил Александр Лукашенко, за два года нужно привести все законодательные подзаконные акты в соответствии с новой Конституцией. Предстоит заново выстроить всю иерархию и органично вплести в нее решение Всебелорусского народного собрания. Первые мирные жители начали выходить из Мариуполя по гуманитарному коридору. Это одна из договоренностей, которые достигли накануне на втором раунде переговоров Москва и Киев. Как отметили стороны, удалось решить главный вопрос – спасение людей. Второй раунд переговоров в Брестской области, как и первый, Припятский, организовала Беларусь. Главный итог трехчасовой встречи – стороны показали, что способны договариваться. Главный вопрос, который решили сегодня – это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны представителей Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения. Возможным временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальный коммуникет. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. Третий раунд переговоров по заявлению украинской делегации состоится в начале следующей недели. Стороны не исключили, что перед ним некоторые решения будут приняты политическим руководством Москвы и Киева. Нужный результат переговоров, который устроит обе стороны, будет достигнут. Однако для этого Украина должна действовать, исходя из собственных интересов, не оглядываясь на Запад. В любом случае, именно официальный Киев сложившейся ситуации должен проявлять инициативу и не выдвигать новые ультиматумы. В противном случае переговоры не приведут к позитивному сценарию, отмечают в экспертном сообществе. У Запада главная цель превратить вот эту операцию в мясорубку. То есть подбрасывается вооружение, пытается психологически вдохновить на насилие, на военные действия, на реваншистские действия. И Запад не рассматривает Украину как субъект в этой ситуации. Он рассматривает Украину как объект. Все это направлено на то, чтобы максимально разжечь конфликт, сделать наиболее широкие жертвы, чтобы Российская Федерация увязла путем и при помощи жизни простых украинцев. Вблизи Запорожской АЭС была предпринята провокация. Подробности ночного инцидента сообщили в Министерстве обороны России. Там еще раз официально заявили, радиационный фон на территории станции, как и во всем регионе, в норме. В ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь и стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля и стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Во время пожара никто не пострадал. Станция работает в штатном режиме. Однако этой ночью украинские власти и медиа развернули истерию о якобы надвигающейся ядерной катастрофе мирового масштаба. Ночью Владимир Зеленский позвонил Байдену и выступил с очередным обращением к мировым лидерам, в котором потребовал от европейских политиков экстренных действий, если они не хотят второго Чернобыля. По словам экспертов, это уже похоже на шантаж. При этом в МАГАТЭ заявили, что ситуация в районе Запорожской АЭС в норме. Святыни под ударом. Украинские радикалы призывают грабить и уничтожать православные храмы. Эти кадры из Ивано-Франковской области. Там мародеры устроили погром в русской православной церкви, а это уже село вблизи Донецка. Так сообщили власти самопровозглашенной республики. Храм при отступлении обстреляли вооруженные силы Украины. Республики Донбасса снова оказались самыми горячими точками в результате обстрелов реактивными системами ГРАД. Только за ночь пострадали 12 человек. Среди них дети. Появились и кадры из освобожденных поселков Мариупольского направления. В селе Гнутово вдоль дорог подбитая бронетехника вооруженных сил Украины. Также разбросаны американские противотанковые комплексы, которыми Украину накачивали европейские и американские партнеры. Сообщается о ликвидации еще одной группы из состава нацбатальона АЗОВ. Киевские власти заблокировали все телефонные звонки в Россию, что вызывает крайнее недовольство местных жителей. У многих в России родственники и именно туда они хотят отправиться с открытием гуманитарного коридора. В эти минуты, как сообщают украинские СМИ, вовсе без сотовой связи остался Херсон. Коммуникации отключили власти города. Российские войска оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Сегодня более 100 тонн такого груза доставили в Киевскую область. НАТО планировало развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия против России. Ключевая роль в ее развязывании отводилась к Киеву. Такое заявление сделал экс-премьер Украины. Николай Азаров детально описывает ситуацию на своей странице в Facebook. По словам политика, НАТО планировало разместить на Украине четыре бригады, в том числе воздушную, с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать ввод сил на Украину планировалось этим летом, а к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, пишет Азаров. И ключевая роль в этом процессе отводилась правящей верхушке Украины, которая подконтрольна Америке и националистам. Россия решила навести на Украине порядок, чтобы избежать третьей мировой нападения на свою территорию. Кроме того, в Украине готовили провокацию для уничтожения населения в Донецкой и Луганской республиках. И Кремль спас сотни тысяч жизней, констатировал Азаров. Количество беженцев, которые покидают Украину, растет. Люди продолжают пребывать и на белорусскую границу. За сутки в нашу страну с украинской территории приехало 56 человек, из них почти половина граждан Некоторые иностранцы, прибыв на белорусскую границу, обращаются за медицинской помощью. Сегодня в пункт упрощенного пропуска под Добрянка обратилась женщина с четырехлетним ребенком. По словам матери, у девочки были симптомы отравления и высокая температура. Пограничники вызвали медиков, которые доставили их в больницу. Накануне беременная гражданка Украины пришла в тот же пункт пропуска с просьбой о медпомощи. Сейчас она в больнице после выписки с жильем и трудоустройством поможет Гомельская епархия. Также на этой неделе к белорусской стороне за помощью обратилась семья с больным ребенком. Нападать не собираемся. Это не единожды звучало с разных площадок, но обороняться готовы. Беларусь усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны. Они мониторят обстановку по всему контуру границы. В соответствии с указаниями главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь мы усилили состав дежурных сил по противовоздушной обороне в Штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны. На сегодняшний момент сотни военнослужащих вида выполняют постоянно задачу по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы. В ответ наши офицеры столкнулись с беспрецедентной информационной атакой. Их через социальные сети мессенджера ведут с территории Украины, Польши, США, Канады и других государств. Однако в Министерстве обороны Беларуси подчеркнули попытки деморализовать личный состав военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны бесперспективны. Все действия военнослужащих направлены исключительно на защиту национальных интересов. Отстранены по национальному признаку. Чудовищное решение Международного Паралимпийского Комитета вызвало волну возмущения не только среди спортсменов, но и среди болельщиков. В мировом спорте Международная Федерация, Олимпийские, даже Паралимпийские Комитеты уже ничего не решают. Решает политика, как бы ужасно это не звучало. Паралимпиада начинается сегодня в Пекине, но без нас. Белорусских и российских спортсменов отстранили от участия в главном старте четырехлетия. Белорусы прилетели в Пекин со своим флагом, в своей форме, тренировались и готовились показать свои лучшие качества. Людей, которые превзошли не себя, обстоятельства, лишили не просто возможности соревноваться. У них забрали мечту. Мотивировано решение давлением и угрозами отказов от участия в играх со стороны других команд. Но политическая подоплека очевидна. И создавать видимость, что спорт вне политики на Западе давно никто не пытается. Права спортсменов грубо нарушены, но это международных спортивных функционеров нисколько не волнует. И практически невозможно представить, что сейчас чувствуют сами паралимпийцы. Они вынуждены возвращаться домой без участия в играх, без побед. обидно, потому что во-первых, проделал очень много работы, вложил очень много средств, как своих, так и государственных. И вот это немножко обидно, что это все было зря, И команда, конечно, расстроилась. Вчера вообще все были в недоумении, в каком-то непонятном состоянии. Ну, вроде сейчас все как-то адаптировались, успокоились. Есть немножко реально непонимание такое, почему так, мы вроде не при чем, а спортсменов вот так взяли и тронали. Но с другой стороны это может быть просто как может играть сильнейших просто и все. Шокированы произошедшим и болельщики. В социальных сетях и мессенджерах огромное количество слов поддержки в адрес наших спортсменов, а также гневных комментариев в адрес тех, кто принял решение лишить их возможности взойти на олимпийский пьедестал. Осталось только ввести санкции против детей, пишут пользователи. Накануне, узнав новость об отстранении, российские спортсмены исполнили гимн в олимпийской деревне. А что нам могут сделать? Отстранить? Таков был ответ одного из атлетов. Годы подготовки спортсменов просто растоптаны. Это сильнейший удар для каждого из них. Многочисленные болельщики желают нашим паралимпийцам мужества выдержать это испытание. Под ударом оказались и дети. Беларусь в одностороннем порядке исключена из молодежного профессионального движения WorldSkills International. Министерство образования и Белорусский профессиональный союз работников образования и науки приняли совместное заявление по этому поводу. Цель таких действий изоляция национальных систем образования Беларуси и России, а также публичное давление через спортивную отрасль. Однако эти меры приведут не к изоляции, а наоборот к укреплению гуманитарных связей с другими государствами, которые не подчиняются блоковой дисциплине НАТО и не выполняют прямые распоряжения коллективного Запада, говорится в заявлении. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто каждый день на страже порядка и безопасности в стране. Белорусской милиции 105 лет. Празднования начались еще накануне. Этим утром продолжились в значимом месте у мемориала сотрудникам, которые погибли при исполнении служебного долга. Почтить память собрались руководители и личный состав органов МВД, курсанты, ветераны службы и семьи погибших. Участники церемонии возложили цветы и венки к памятнику и отдали дань памяти тем, кто пожертвовал жизнью, встав на защиту правопорядка. Мы помним каждого нашего коллегу, который отдал в своей жизни для того, чтобы над нашей головой было мирное небо. Каждый из сотрудников, который приходит служить в органы внутренних дел, он прекрасно понимает, что он имеет право на профессиональный риск и в случае необходимости он рискует и рискует не только своим здоровьем, но и своей жизнью. На сегодняшний день на улицах Республики Беларусь мир и порядок. Оперативная обстановка спокойная. Самое главное, что мы сами не напрягали эту обстановку. С профессиональным праздником сотрудников МВД и ветеранов поздравил президент. Все мы сохранили и укрепили миростабильность, уберегли отчизну от беспорядка и беззакония. Белорусские граждане уверены, что и впредь будут надежно защищены государством с законными силой и властью, которые даны вам народом, говорится в поздравлении президента. Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за службу. Продолжение следует... Продолжение следует...